Метод усиления чудотворства Усиление чудотворства является пятым комплексом Гунфа. Он относится к методам статического совершенствования и состоит из вращения Фалун при помощи Мудрой Будды. Он служит для усиления сверхъестественных способностей, а также совершенствования Гунэн и Гунли. Метод усиления чудотворства выполняется в сидящей позе со скрещенными ногами, позе лотоса или с единично скрещенными ногами позе полулотоса, но в конце концов нужно выполнять этот комплекс в позе лотоса. В такой позе возникает мощная энергия, а также мощное поле энергии вне тела. Тело движения выполняется по заложенному учителям механизму. При выполнении движений, идентификации сверхъестественных способностей мысль отсутствует, подсознание чуть появляется в ладонях, чувствуется тепло, тяжесть анимения от микротока и так далее, но в мыслях не стоит гнаться за этими явлениями. Все должно идти естественным путем. Чем дольше находишься в этой позе со скрещенными ногами, тем лучше. Чем быстрее идет рост Гун, каждый практикующий занимается исходя из своих способностей. Во время занятий статическим Гун не нужно ни о чем размышлять, исключить все мысли. Выходя из динамического состояния, необходимо постепенно погрузиться в созерцание. Однако главное сознание должно знать, что ты сейчас занимаешься Гун. То мерцает, то исчезает мысль. Мудро идет по механизму. Словно пустота, но не пустота. То идет, то останавливается. Все свободно. Сейчас учитель учит нас Гун. Подготовительная поза. Сидеть со скрещенными ногами. У мужчины левая нога находится внутри, правая снаружи. То есть сначала поднять левую ногу, затем правую. У женщины наоборот. Выпрямить корпус и шею. Подбородок чуть тянуть. Слегка закрыть глаза. На лице умиротворение. Руки в дзинь перед животом. Постепенно погружаться в созерцание. Мудро. Поднять руки и высвободить их из положения дзинь над головой. Поворачивать ладони вверх. Разъединить руки и поворачивать их по обеим сторонам над головой. Опустить руки, чтобы они приближались друг к другу перед грудью. Ладони вверх. Пальцы вперед. Выпрямить запястье. Руки пересекаются перед грудью. У мужчины левая рука идет снаружи, правая внутри. У женщины правая рука идет снаружи, левая внутри. Повернуть запястье внешней руки во внешнюю сторону, чтобы ладонь была обращена вверх. Пальцы назад. После пересечения рук, ладонь внутренней руки опускается вниз. Постепенно повернуть ладонь во внешнюю сторону над голенью. Затем верхняя рука идет по внутренней стороне вниз. Нижняя рука идет вверх. Поворачивая ладонь во внутреннюю сторону. Повторить предыдущие движения. Но при выполнении мудры, руки меняют стороны движения. У мужчины выпрямить правое запястье, а у женщины левое запястье. Ладони обращены к телу. После пересечения рук перед грудью, ладонь поворачивается вниз над голенью. Поворачивая ладонь во внутреннюю сторону, у мужчины левая рука, а у женщины правая рука идет вверх. После пересечения ладонь поворачивается и выпрямляется. У мужчины в переднюю сторону перед левым плечом, у женщины перед правым плечом. Дойдя до места, ладонь поворачивается вверх. Пальцы направлены вперед. Затем все повторяется зеркально со сменой положения рук. При выполнении мудры, движение рук непримирывно, без остановки. Интенсификация. Верхняя рука идет по внутренней стороне, нижняя рука идет по внешней стороне. У мужчины правая ладонь поворачивается, у женщины левая ладонь поворачивается. Ладонь обращена к груди. У мужчины поднимается левая рука, у женщины правая. Перед грудью локти и предплечье находятся на одном уровне. Развести руки в стороны, поворачивая ладони вниз. Опустить руки на уровень пояса. Держать запястье и локти на одном уровне. Расслабить локти. Данная поза усиливает сверхъестественные способности путем перемещения энергии тела в руки. При интенсификации в руках чувствуется тепло, тяжесть, а не менее от микротока. Но в мыслях не стоит гнаться за этими явлениями. Все идет естественным путем. Время такой позы чем дольше, тем лучше. Сколько выдержишь? Затем у мужчины правая рука перемещается к животу. Левая рука движется к подбородку. Правая ладонь обращена вверх перед животом. А левая ладонь вниз на уровне плеча. Обе ладони расположены друг против друга. Такая поза также усиливает сверхъестественные способности. Время занятий в такой позе чем дольше, тем лучше. Потом руки меняются местами. То есть правая рука идет вниз и вперед по полукругу до живота. Нижняя рука поднимается вверх, поворачивая ладонь вниз под подбородком. Правая рука на уровне плеча. Ладони друг против друга. Это положение также усиливает сверхъестественные способности. Время занятий в ней чем дольше, тем лучше. Занятие статическим гун. После усиления сверхъестественных способностей, верхняя рука идет вперед по полукругу до живота. Руки в циин. Начинается практика статического гун с погружением в созерцание. Чем дольше продлится время данного занятия, тем лучше. При выполнении статического гун нужно избегать всяких мыслей, но необходимо помнить, что ты сам занимаешься гун. После занятий руки в хэши, выйти из созерцания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok